Ну что, мы приветствуем всех наших зрителей в Инстаграме, в Ютубе, где эта запись потом появится. И в Перископе. И в Перископе, да, и в Перископе Ксении. И сегодня у нас очередной эфир, посвященный линейке Polygella Gelish. Да, сейчас я настрою, прости, пожалуйста, твой гаджет. Вот так, мне кажется, будет хорошо. И Ксения будет создавать совершенно невероятные ногти. Для Полины невероятные. Длина вполне себе естественная, да. Очень много, на самом деле, приходит вопросов по поводу моделирования длины с Polygell. Возможно ли с ним ходить, и как это сделать, и так далее. Но, естественно, в длине мы выбрали форму миндаль. В общем-то, хотела бы показать достаточно легкую технику, которой справится, в принципе, мне кажется, фактически любой мастер. Так вам на вооружение. Быстрый экспресс френч и, собственно, с большой длиной. Привет! Привет! Спасибо, очень приятно, что вы смотрите нас на ютубе. В общем, при подготовке, что мы уже сделали? Мы, естественно, произвели дезинфекцию у клиентов мастера, потому что одна рука у нас уже готова. Давай покажем, что будет. В общем, сделали мы вот такой вот френчик. Вполне себе симпатичный. В общем-то, далее подняли кутикулу, счистили роговую ткань, хотя, в принципе, ее здесь особо и не бывает. Ну и далее кутикулу мы дочищать уже будем после трансляции, потому что, в принципе, нам еще, как вы видите, доделать вторую руку. Далее пилку абразив 180 грит мы выбрали от компании Harmony. Убираем полностью свободный край, который здесь фактически отсутствует. Девчонки отрос гиппаники. И далее уже, соответственно, будем подготавливать саму пластину, поверхность ее. Как вы можете наблюдать, у моей модели, в общем-то, сама по себе ногтевая пластина достаточно мягкая, гнущаяся, но при всем при этом, на самом деле, у нее не очень сильно жмутся арки, хотя сами по себе ногти достаточно арочные. В общем-то, хозяйка этих ногтей абсолютно парадоксальна, потому что при вот такой вот структуре... Ну, потерпи чуть-чуть, я знаю, что тебе не очень приятно сейчас. При такой структуре ногтя она абсолютно легко носит покрытие, только базу, цвет и топ. И носит ее, поскольку ты ходишь, 3-4 недели, то есть абсолютно спокойно, без какого-либо выравнивания. Ксюш, тебе задают вопрос, как ты работаешь с такой длиной ногтей? Ой, вот на самом деле, еще пока странно, потому что они, короче, моих обычных ногтей в два раза. То есть, на самом деле, обычно я ношу длину 5 сантиметров, а эти, ну, наверное, 3-3, как-то так. Хорошо, мне нравится, я прям люблю их. Я надеюсь, что вам все видно, что мои ногти вам не мешают. Друзья, если есть слушатели из Казахстана, то послезавтра мы можем пообщаться с вами на первом среднеазиатском конференции ногтевой. Я чуть позже выставлю в своем инстаграме информацию. Итак, просто убираем глянец, то есть никакого жесткого пила не происходит. Ногти в интимных целях мне задают вопрос, как они. Ну, вы знаете, если вам неудобно, не носите. Могу такой совет дать. Так, ну и, собственно, после подготовки переходим к постановке формы. В данном случае длина у нас достаточно массивная, поэтому чуть-чуть приподнимем форму наверх носиком. Соответственно, для этих целей мы будем вырезать центральную точку. Вот именно в этом участке. Для того, чтобы форма приподнималась повыше. Мы с вами уже рассматривали вариант, как производится постановка формы, как ее поднимать, как ее опускать. Нет, не очень острые. На самом деле, натуральные ногти гораздо острее. Вот. Теперь у нас форма обнимает улыбку натурального ногтя. Напоминаю про точки в рост. Желательно, чтобы они у вас были на одном уровне. То есть, если одна точка в глубину уходит меньше, то ее желательно приподнять, потому как иначе у вас форма будет адаптироваться на форму натурального ногтя и, соответственно, форма будет стоять криво, если они неравномерные. Придется вам повозиться для того, чтобы ее поднять. Ну и далее вырезаем ушки у формы для того, чтобы, в общем-то, форма могла обнять боковые валики и нам ничего не мешало. У меня нету ссадин на руках. Извините, я вас немножко расстрою. Вас обманывает экран. Мне кажется иногда, что в перископе немножко по-другому видео идет. Возможно. А, это не ссадина, это гель-лак, который мы использовали для моделирования. Не отмылись еще. Чуть позже все будет. Итак, произведем постановку формы. Залужаем носик, потому что работать будем с формой миндаль. Ты жива? Не больно тебя? Нет, все это прекрасно. И после постановки формы мы уже можем приступать к подготовке поверхности ногтя. В общем-то, для этих целей мы используем классический pH-бунд, который, в общем-то, позволяет нам удалить излишки жидкости с поверхности ногтя. Он достаточно быстро испаряется. И далее будем грунтовать поверхность ногтевой пластины при помощи препарата ProBond, который работает у нас абсолютно с любыми системами. То есть это акрил, это гель, это полигель. Можно даже гель-лак, в принципе, использовать в дипсистеме, если есть необходимость. В общем-то, после него не нужно ждать, чтобы он просох или убирать излишек. То есть вы его наносите и можете приступать к работе. Для формирования ногтя мы будем использовать жидкость Sleep Solution. Я надеюсь, что вам видно. В общем-то, в данном случае жидкость Sleep Solution никаким образом не влияет ни на полимеризацию, ни на адгезию. То есть она предназначена чисто для конструирования самого ногтя. У меня уже здесь немножко во флаконе осталось. Это все тот же флакон, который мы гоняем каждую трансляцию. Он все никак не может закончиться. Хотя мы много им работаем. В общем-то, в данном случае уже можно использовать без шпателя. Далее набираем необходимое количество полигеля. Работать будем с подложкой. Мне так будет удобнее. В данном случае плюс мы будем ее зажимать. Для подложки будем использовать Natural Clear. Достаточно большое его количество набираем. Потому как длину мы будем моделировать на целую форму. Выстраиваем приближенно к ногтю. И далее смачиваем кисть в жидкости. Кисть я использую натуральную. В общем-то, это Красный Соболь Калинский. Размер номер 4, язычок. И она у меня продолжает также работать с мономером. Работаю я с ней всегда, с полигелем. Но если нужно сделать лепку, то, соответственно, использую ее также. Итак, здесь в данном случае мы заходим на ноготь небольшим количеством. То есть сводим на нет. Начинаю с верхней части. И потом продолжаем выкладку продукта до конца самой формы. Если много берем материала, то, соответственно, излишек можно будет в самом конце срезать. Движение, в общем-то, как в акриловом моделировании. Но чуть-чуть более длинное. То есть, если нужно совсем свести на нет, то вы можете таким движением, грубо говоря, как прошлепать. Извините, что ли, за такое определение этого действия. Все остальные движения достаточно длинные. Мы никуда не торопимся, потому что материал нас подождет. Он не заполимеризуется. Он не стечет, не убежит. Есть в интернете прекрасное видео сравнение полигеля с аналогами, где выстраивается капля и ожидается, сколько времени нужно, чтобы упасть. Мы тут недавно с ученицей тоже такое проделали. Повесили сталактит на поверхность. И, в общем, спустя 2 часа он не упал. Итак, мы привели носик к его завершению. Немножко шире раскладываем продукт. Почему? Потому что нам нужно, чтобы было что зажать. Если у вас будет сразу разложена такая ширина у ногтя, какая должна остаться в результате, то вы просто-напросто пережмете ноготь. Так, ну все. Уходи в лампу на 30 секунд. В моделировании мы использовали для тела ногтя цвет Cover Pink. Это классический, один-единственный камуфляж, который есть в системе GELGE PolyGel. Собственно, и для тонировки тела ногтя, для того, чтобы оно было такое яркое и насыщенное, использовали сверху цвет Dark Pink. Мне хотелось, например, вчера более светлого цвета камуфляжа, поэтому я чуть-чуть подмешала его со светло-розовым цветом. Поэтому вот можно видеть сравнение, какой оттенок вы камуфляже можете получить. Вылезай. Далее 30 секунд и стекло. PolyGel вообще абсолютно не липкий, то есть на ничего он ничего не прилипнет в процессе вашего продолжения работы. Далее мы снимаем с вами форму. Аккуратно движением из-под низа. У нас остается вот такой вот пальчик с подложкой. Подложка, на самом деле, в силу того, что она еще не достаточная по толщине, естественно, очень эластичная. Поэтому сейчас мы будем ее зажимать. Зажимать мы ее будем по принципу, вот если вам нужно прям прожать крутую арку, как с гелем. То есть в данном случае мы будем использовать препарат Dry Armor. Это верхнее покрытие для гелевых ногтей, не имеющее липкого слоя. То есть она достаточно жесткая по своей структуре. Ну и, конечно же, для того, чтобы эту арку зафиксировать, будем использовать прищепку. Прищепку будем ставить на точки в роста, для того, чтобы минимизировать ощущение клиента. Жива? Хорошо. Поставили прищепку и теперь, можно увидеть, как она уже прожалась по стенкам, зафиксируем ее при помощи жесткого геля. То есть таким вот образом. Главное, не попадать на гипонихию, если он активно развит, потому что ощущения будут достаточно теплые. Далее мы приступим к выкладке удлинения ногтевого ложа с камуфлирующим препаратом Коверпинг, продуктом. Мне нравится он и для укрепления ногтевого ложа, даже без перекрытия прозрачно-розовым. Он, в принципе, очень аккуратно сходит на нет зоны кутикулы, то есть очень четко границы не происходят. У меня в моделях сегодня мастер, которая тоже работает с полигелем. Ты в чистом виде с полигелем работаешь? Да. Ну, то есть вот, можно обратить внимание, как, например, у нее пазухи расходятся в ширину на безымянном, пальце, и вот как они спрятались на среднем. Итак, поехали. Теперь, собственно говоря, мы приступаем к раскладке ногтевого ложа. Нам нужно будет достаточно большое количество продукта. Выстраиваем на середину будущего удлинения. Дай, пожалуйста, пальчики я сравню, чтобы мне примерно примерить. Все, сбегай. Ну, и далее работа у нас будет происходить, как, например, с любой другой методикой работы с полигелем. Прожимаем центральную точку. Материал поделился на четыре участка. Далее сводим на нет материал. Не затрагиваем зону кутикулы, для того, чтобы максимально натурально у нас отрастал продукт. Прорабатываем пазухи, сводим материал на нет. И далее уже начинаем вытягивать удлинение. Сейчас я могу работать толщиной побольше, потому как у меня прозрачная подложка, соответственно, продукт будет полимеризоваться как сверху, так и снизу. Ну, то есть изнутри, из-под подложки. Из-под подложки. Вытягиваем с вами удлинение. После чего уже, соответственно, от пазухи к центру прорабатываем линию улыбки. Работает в данный момент брюшко, то есть кисть, получается, упирается ребром под удлинение будущее. Даже в случае, если ваш клиент очень меткий, и вы задели удлинением лампу, точнее, не вы, а ваш клиент, всегда можно аккуратно опилить. Огрех, и доработать его. Даже не знаю, все-таки не хочется потом на тебя, может быть, еще поставить сразу. Если хочется в результате просто погладить его для того, чтобы поверхность стала более приятной, а внешне вы можете это сделать, но уже в самом конце. Так, ну что, все готово. Убегаем и раздражуете. Лампу на 30 секунд. Далее мы будем достраивать тело ногтевого ложа. Для этих целей будем использовать ярко-розовый продукт Дарпинг полигель. 30 секунд протекает полимеризация. Если вы используете, например, ультрафиолетовую лампу мощностью не менее 36 Вт, тогда вам необходимо, соответственно, полимеризацию проводить в течение двух минут. Итак, полимеризация прошла. Достраиваем ногтевое ложе. Для этих целей мы вот розовый продукт будем использовать от кутикулы до приблизительно последней третьей части удлинения ногтевого ложа. Шарик выстраиваем на ту зону, на середину той зоны, с которой мы сейчас будем работать. Не жадная совсем сегодня опять. Опять прожимаем шарик на четыре части. Верхнюю часть сводим на нет. Материала полигель, я напомню, вообще нет усадки. То есть там, куда вы его выкладываете, там он и остается. Поэтому, если в зоне кутикулы вам пилить нечего, вы можете чисто для своего собственного успокоения и его шлифануть, например, шлифовщиком 180 грит. Пилкой на пентной основе. И также брюшком продолжаем прорабатывать толщину и, соответственно, геометрию ногтя. Мне хочется, чтобы он сразу оставался гладким, поэтому я его немножко облизываю, скажем так. Сводим на нет. И если у вас материал дотянулся до линии улыбки, то тогда обязательно ворсом натуральной кисти будущую улыбку искусственного ногтя пролизываем, прорабатываем, чтобы никакие зубцы у нас не оставались. Почему мы сразу прорабатываем тело ногтя? Дело в том, что... Уходи вам пока! Дело в том, что в данном случае, если у нас пигмент, например, цветного френча попадет на тело ногтя, то в результате мы все равно будем прорабатывать пилкой ноготь. Естественно, излишки мы спилим. Выходи из лампы, он потом досохнет вместе с стальным цветом. И далее мы уже будем работать с цветом ногтевого ложе, свободного края. В данном случае самый простой способ это использовать гель-лак, который вам нравится. Вы можете им работать чуть толще, не перемешивая с полигелем, просто, например, прорисовать свободный край. Проработать, тем более, гель-лаком здесь можно потолще, потому что полимеризация будет происходить не только сверху, но и снизу. Поэтому в данном случае я кистью из флакона прорисовываю улыбку и тело ногтя. Мы выбрали цвет танца и сангрия. Это коллекция осенняя прошлого года. Коза прошлого. Мотадора, нет. Мотадора, все. Я запуталась в годах. И далее, если есть необходимость проработать усики будущего френча, то, соответственно, можно использовать тонкую кисть. То есть, например, сначала прорабатываем общую массу, а потом уже прорабатываем усы. Ту руку мы раскладывали, которая у нас уже готова, сразу пять пальцев, то есть не по одному. Можно чуть-чуть его облегчить. Мне, например, хочется, чтобы больше цвета было в зоне улыбки. И далее помещаем на 30 секунд, соответственно, в этот аппарат. Если при укреплении своей длины полигель скололся на свободном крае, можно ли локально его доложить? Можно доложить, да, абсолютно верно. То есть вы просто спиливаете, немножко сравниваете границу скола, обезжириваете, соответственно, наносите грунтовку и далее уже работаете с докладкой. Если у вас происходит скол, то обратите внимание на толщину нанесения. Вероятно, ее просто не хватило. Потому что в целом, на самом деле, при достаточной толщине, но вероятность скола вообще существует, наверное, только у указательного пальца, потому что он для этого, видимо, и создан, чтобы им везде тыкать и скалывать его. Далее мы разбавим картинку Френча вот такой вот фольгой, голубой, очень она симпатичная, на липкий слой гель-лака. Просто куда попало. Но мы не захотели ее оставлять в таком чистом виде, нам нравится именно само мерцание из глубины, поэтому в данном случае я возьму тот же цвет, немножко разбавлю стопом для гель-лака и получу такой витражный оттенок. Мне также нравится эта техника, например, с голографической фольгой. Получается такой эффект муранского стекла. На Новый год очень хорошо идет эта техника. И сверху, соответственно, прорабатываем фольгу. Она будет просто легко переливаться из-под этого оттенка. То есть она уже становится не голубая, а немножко более глубокого цвета. Видно, Полин, хорошо? Да, видно. По поводу толщины уже можете не переживать, можете работать толще, потому что вы, естественно, разбавили пигмент стопом, соответственно, его полимеризация усилилась. Ну и, собственно, помещаем в этот парад. То есть, как вы видите, достаточно все легко и просто. То есть не нужно ничего перемешивать, получать цвет, переживать, что хватит его или нет. Когда у вас уже достаточно большие коллекции гелевых лаков, которые вы можете эксплуатировать для того, чтобы создавать цветные франчи с полигелем. В принципе, по той же технике можно работать и с гелем. То есть в зависимости от того, с чем вы работаете. Ну и далее, соответственно, завершаем моделирование при помощи прозрачного полигеля. То есть сейчас мы будем закладывать остаток ногтям, где у нас не хватает геометрии. Соответственно, свободный край. Так. Надо его достать. Прозрачный, просто очень популярный продукт. Вот. Как с другой фирмой конфликтовать не будет? Ну не должен. Почему? Потому что, если вы говорите про гель-лак, например, в свободном крае, мы же его, получается, спрячем. Поэтому чего ему ругаться? Я думаю, что он не расстроится. Вы же используете чип-то для френча. Ну, будет хорошо, поэтому я делаю. Ему понравится полигель. Он станет американцем. Итак, прожимаем шарик прозрачного продукта по центру от улыбки сразу до длины. Почему? Потому что у нас таким образом шарик поделится на две части. То есть мне не нужно этот шар сейчас гонять туда-сюда, чтобы выяснить, какое количество у меня с какой стороны должно лежать. Нет. И сейчас мы вот одну часть массы потянем в одну сторону. Я начинаю всегда с усиков у френча. То есть доводим до точек в роста, закладываем их, прорабатываем толщину с правой стороны. Вот он уже начал красиво мерцать на камеру. Твоя фольга. Да, он, кстати, под прозрачкой симпатичнее смотрится. Его лучше видно, согласись. Он ярче стал. Да-да-да. Все так. Даже Полина увидела. Да-да. Что, даже Полина увидела? У Полины тут зум на камере. Так. И с другой стороны, как вы видите, у нас тоже осталась масса материала, которую мы сейчас будем прорабатывать. Я там себе сделала в ней немножко воздуха, поэтому сейчас мы его выгоним и начнем прорабатывать. То есть с полигелем все-таки у меня остается мнение, что если у вас случился какой-то недочет, значит, где-то вы с ним не так сработали. Где-то вы допустили нюанс, упустили. И, соответственно, он не послушался. Проработали. Толщину. Я вообще очень нежадная сегодня, очень много материала взяла. Я хочу излишек подснять, потому что мне... Я, в общем, немножко стала старой, а мне ленивали пилить такую длину. Довела до свободного излишек, срезала. То есть, если вы видите, что у вас много продукта, не срезайте сразу половину. Дотащите ее до конца длины, и потом уже вам будет гораздо легче от нее избавиться. Уходи в лампу. Что ты ждешь? На 30 секунд в лампу, и мы готовы приступить к пиле. А пиле будем производить пилкой 180 грит на 180 грит. Жестче не нужно. Полигель пилится достаточно легко. Ну и далее поехали. То есть, вот мы его достали из лампы, и уже готовы приступить к пиле. У меня очень редкая модель, поэтому она все-таки уперлась носиком в угол лампы. Начинаем от пазухи. В центре прорабатывать будущую форму. То есть, я просто обрисовываю будущую форму ногтя. Момент с одной стороны. Не забывайте, придерживаю такую длину ногтя, чтобы у вашего клиента не было ощущения, что вы ему пытаетесь выжить ноготь в другую сторону. куда-нибудь. Обрисовали сверху будущую форму. Далее, начинаем работать с поверхностью. Вот пазухи в центре мы работаем с поверхностью свободного края. Штрихообразными движениями не пилите вот таким образом. В данном случае мы использовали полигель и гель-лак. Гель-лак для того, чтобы сделать, проработать цвет френча. Когда вы работаете с опилом штрихообразными движениями, у вас есть возможность проконтролировать, какой участок вы опиливаете. Когда вы работаете долгим движением на одном участке, вы можете перепилить ноготь и просто-напросто вам потом придется его докладывать. То есть, портить геометрию. Так, проработали свободный край. Далее, переходим в зону кутикулу. И здесь мне пилить фактически нечего, поэтому я буквально пару раз чисто номинально махну пилкой. На самом деле, также можно, если хочется прям прозрачный-прозрачный, получить свободный край, после момента выкладки гель-лака вы можете использовать, например, прозрачный моделирующий гель, желткий. Потому что полигель, конечно, он еще не имеет такой кристальной прозрачности, как, например, имеет моделирующий гель. То есть, вы можете миксовать технологии на ваше усмотрение. Мы так делали уже, у нас был эфир, но, правда, не по очень длинным ногтям, на самом деле. Далее, после того, как у нас проработана толщина поверхности свободного края, проработана зона кутикулы, мы приступаем к поверхности зоны стресса и подъему к ней. Здесь она не будет очень выпуклая, потому что сам по себе ноготь у моей модели плоский. И нет смысла просто делать какого-либо бочонка. Если хочется проработать потом поверхность, чтобы она была абсолютно гладкая и чистая, то, соответственно, можно уже от зоны стресса до свободного края сделать несколько плоских движений. И далее прорабатываем уже боковые стенки. Если тяжело подвезть к пазухе ногтя, то тогда нужно сначала убрать лишнюю толщину, опять же, это плоское движение, после чего можно уже прийти к работе по стенке, то есть выработать ее. С одной стороны к центру, штрихообразным движением, и с другой стороны. Извините за несколько неловкие движения, но у меня стоит такое количество гаджетов на стороне, что я не буду сейчас, к сожалению, не скоординировать. И так же, вот пазухи в центре. Если мне не нравится и тяжело пилить стенку из-под низа, то, соответственно, можно проработать ее толщину и потом вернуться к формированию. В самом конце я переворачиваю ноготь от себя и просматриваю, соответственно, устраивает меня он по форме. Мы его чуть ближе с тобой еще позже рассмотрим, потому что мне не развернуть ее, к сожалению, так как не хочется, когда мы с тобой достроим все остальные ногти на этой руке. Ну и, собственно, далее я не буду с него снимать пыль при помощи какой-либо щетки. Мне проще его обезжирить и помыть, потому что в данном случае это будет неплохо для зоны кутикулы, потому что в любом случае небольшой участок натурального ногтя там остается для использования верхнего покрытия, ну и, соответственно, для того, чтобы снять остатки пыли с поверхности полноценной, потому что полигель-продукт достаточно мягкий, комфортный, и чтобы полностью его убрать с всех царапинок от пилки, его гораздо логичнее просто помыть обезжиривателем, например, плинцерн-санитайзер. Мы классическим способом его используем для всех этих манипуляций. И далее будем наносить на поверхность для глянца верхнее покрытие для гелевых лаков «Джелли Штопытов». Это эластичное покрытие, и вообще с акрилом и с гелем оно обычно не дружит, потому что оно слишком мягкое, и, естественно, может с жестких материалов для моделирования скололться. Но полигель дружит со всеми продуктами абсолютно дружелюбно. Поэтому с Топытовом он прекрасно носится. В данном случае вы выбираете тот топ, который вам нравится больше. Мне больше нравится с липким слоем, он блестит гораздо ярче, на мое усмотрение. Очень мимические банки. Все, перекрыли, и помещаем в ледапарад на 30 секунд. После чего мы снимем липкий слой и покажем его чуточку ближе. Вот на одну руку, на самом деле, с учетом того, что мы очень торопились, когда ее делали, у нас ушло не больше часа, мне кажется, со всеми подготовками. То есть так как достаточно быстро происходит выкладка, главное это что? В общем-то умение ставить формы, и понимание выкладки самого продукта, я имею в виду саму массу. Снимаем липкий слой. У меня какие-то блестки на бутику попали. И у нас получился вот такой вот ноготь. Цветной френч, но как вы видите, ничего сложного, и он выглядит таким образом, как будто вы раскладывали именно моделирующий цветной материал, а не прорисовывали френч. То есть нам останется доделать еще четыре пальца. Мне кажется, вот так тоже здорово. Можно оставить девчонку четырьмя правильными... Самое главное правильный палец. Правильный палец, подобран, да, для трансляции. Так что можно ее отправить гулять таким образом. Давай покажем вторую руку, финальный результат. Хулиганы тебе грозить не будут точно. Ну, убери тогда ту руку пока что. Финальный результат у нас вышел вот такой. В случае даже, если вы спилили усик, например, или где-то цвет, то есть пропилили до подложки, то нанесение топа в таком варианте работы вы всегда можете подрисовать, например, френч в случае необходимости. Ты успеваешь, Полина, все снять на все свои гаджеты? Да, конечно, конечно, конечно. У Эллы хорошо, красиво рука вот так лежит. Она по-другому не умеет ее держать. Вот отлично, пусть она так лежит. Мне убрать свои пальцы или придерживать ее? Придерживай. Очень тяжело работать с пиарщиком в команде с одной стороны, а с другой стороны очень даже неплохо. Она успевает контролировать все. Трансляция со временем появится на Ютубе, если вам будет необходимо ее еще раз пересмотреть. Сейчас мы... Сегодня в течение суток мы сохраним ее на наших аккаунтах. А на Ютубе, я думаю, в течение недели. Да, ну и в перископе она у меня тоже полежит пока что. Спасибо, друзья. Хорошего дня. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что ставите лайки, комментируете. Всем до свидания. До свидания.